всем привет сегодня в нашем обзоре будет бачок phasen rta от компании kingfish сегодня мы рассмотрим его намотаем и даже попробуем для начала вообще хочу сказать что на самом деле это просто какая-то китайская компания заметила классный бачок сделаю точно таким же только со своим названием брагировками ну в общем чтобы просто скрипп лагиат на самом деле это то же самое и лонда просто за цену несколько раз меньше приходит все это дело вот такой вот упаковочки на пластиковая закручиваемые крышечки внешний вид рассматривать не будет ничего особенного тут пакетики вообще собак и полный в домах тут этики 2 койла шестигранник его ринге то есть ничего такого необычного тут вы просто не найдете ну что ж теперь мы берем вниз в принципе выглядит он очень даже годно тут счет какой-то золотенький 810 грибки и даже чудо видно кстати кайлы очень прикольно сделано очень такая широкая шахта не знаю правда стоит ли того но узнаем в общем грибки без о рингов с надписью kingfish что мы еще имеем обдув обдув регулируемый тут на обдуве также есть насечки не знаю как это сказать и сам обдув снимается то есть обдув вообще на урингах такс ну что ж с ними пол получается купол идет пока что со стеклом то есть стекло тоже на урингах пришла не можно снять заправка осуществляется через откручивание вот этой вот части вот и вот через эти отверстия заправляется отверстия честно говоря очень маленькие стоило было сделать шахту поменьше и побольше эти сами отверстия самое интересное тут это стоечки как видите не такие нестандартные очень похожая конструкция была на конкурер рта но думаю что она того стоит тем более думаю обдув как бы будет обдавать койлы максимально и поэтому будет максимально много вкуса но это мы сейчас и проверим сейчас я все это дело намотаю уложу вату и мы протестируем так у меня будет такой из них рова ну что же я считаю что не очень даже удачно получилось вот поставим сюда койлы там как у меня в принципе вышло думаю очень даже неплохо тут 8 витков на 6 них ровно как по мне все равномерно теперь берем ватку все очень просто в принципе тут и вправду ничего сложного нету не выкладки и спирали это не знаю как будет себя вести вообще этот бак когда дали жидкость с такой ваткой точно может и потечь я не знаю как в общем все чувствует этот бак если вдруг будет так то что шватку мы уже уложили теперь берем и заливаем сюда жидкости на нее чтобы смочить ее слышу что тут очень плохо продумана конструкция закрутки купола и если его перетянуть то купол просто лопается у меня тут вроде все более-менее прилично и такой проблемы не наблюдается правда мне очень так сомнительно вот это вот колечко решение с кольцом почему она просто на лоритке а не закреплено на самом корпусе очень сомнительное решение потому что на атоме у меня тут щель между самим атомом и модом не знаю будет ли вам видно и вот это вот колечко регулировки оно у меня просто может сползать кому интересно этот мод это пико дуал на 200 ватт смотрится но вообще смотрится с ним неплохо как бы сетап такой компактненький а ну что что вообще я могу сказать по первым вкус тут есть вкус тут есть и я чувствую что если его распарить то сейчас новая варка не совсем хорошо пропиталась и если им дать эту большую время то есть по бритву они еще не 15 тут будет шикарнейший вкус сейчас он просто классно то есть все ноги всех ароматизаторов что я добавлял они не чувствуются ментол передается хорошо я парю без никотина поэтому про таха ничего сказать не могу но судя по ментолу таха будет тоже неплохой то есть для тех кто переходит сигарет на пар тоже это будет подсчет подходящий очень понравилось то что можно регулировать обдув то есть вы можете поставить сюда жирные коилы и там большую мощность 120 ватт и полный обдув и на полном обдуве так подавать облака если вы используете мощность поменьше вы просто делаете обдув то же самое поменьше и все равно получаете немного вкуса немного пара то есть в принципе вы только что видели что он может на 45 ватт а вот эти 45 ватт то есть я ничего не переключал обдув у меня тут где-то открыт на одну третью и вот этой одной трети при 45 ваттах это очень даже хорошо вообще бычок очень вкусный бочок очень давалисти как вы можете сейчас вообще продемонстрирую получается вот те же самые 45 ватт обдув где-то на 1 3 даже чуть больше в общем наваливает жестко конечно фон светлый если бы был бы и темный фон вы бы конечно лучше бы увидели но просто он бычок реально наваливает лично я брал пачок где-то за 330 340 бивен то есть пачок стоит копейки но это бомбезный бачок это бачок которого классно все и вкус и сборка и навал и койл удобно поставить с вата нет никаких проблем он не течет удобный обдув поти кольцом шатается на этом ринге дриптип кстати к дриптипу тоже есть к не решать и девочка он на самом-то деле очень такой как бы не то чтобы грубый но вверх паришь мне могут просто признаться корея три типа в губы как бы это не критично но все равно неприятно ну что ж дорогие друзья что вообще можно поставить эту бачку по 10-ти балльной оригинально то есть просто берется идея любого тарта переделывается просто под свой манер рисуется свой логотип на дриптипе так само пишется kingfish но все остальное в принципе идентичны почему 8 потому что при том что это китайский бачок он не наваливает и море вкуса и сборка просто шикарнейшая на этом я заканчиваю свое видео напоминаю что ссылочка на почерк находится в описании до скорых встреч